Вы понимаете, что жизнь, жизнь так многообразна, что если ее внести в аудиторию, то вот таким образом, организуя взаимодействие самое разное, можно решать самые разные жизненные задачи. На языке, естественно. Школа Китогородская учит говорить на хорошем, качественном языке. Метод реально какой-то потрясающий, невероятный. Это все происходит в игровой форме, незаметно, с позитивом. После того, как я прошел первый курс, я понял, что да, метод работает. Происходит некий слом стереотипов. Абсолютно другая атмосфера, это другие аудитории. Это совершенно другая модель обучения. Это не формальное общение какое-то, когда мы привязаны к книге, к правилу, которые нам нужно выучить. Мы общаемся на те темы, которые нам интересны. Очень часто людям кажется, что если они долго читают на иностранных языках или делают грамматические упражнения, то потом, когда они встречают носителя или просто людей, владеющих этим языком, они с легкостью могут начать говорить. Но, к сожалению, это не так. Вот научить общаться на иностранном языке можно только одним способом. Посредством общения самого. И, собственно, именно этим мы и занимаемся. Мы погружаем человека в ситуации общения с самой первой минуты, с самого первого занятия. Когда я учила языки по обычному, по стандартному методу, у меня всегда возникал этот конфликт, что меня просят говорить что-то по лексике, но это не то, что я на самом деле хочу сказать. В реальной жизни я никогда это не буду говорить. А в школе Китай-Городской вот эти все обязательства, они снимаются. И потом уже после первого курса я поехала в Германию, и я поняла то, что практически я общаюсь, используя фразы нашего курса. То есть не нужно было думать даже. Они просто выстреливали, они просто вылетали сами собой. И вот это фантастическая вещь, когда вы спустя маленький, короткий промежуток времени, получая новую, тяжелую информацию, легко ее усваиваете и быстро ее сразу же транслируете. Метод появился более сорока лет назад, и он до сих пор современен. Он опередил свое время. Значимых вех в истории школы Китай-Городской было очень много. Батар Галина Александровна Китай-Городской, это всем известный факт, защитила докторскую диссертацию по своему методу. Между прочим, лично Горбачев подписал указ о создании ее центра интенсивного обучения в МГУ. И так вот долгие годы существовала параллельно школа Китай-Городской и Центр интенсивного обучения иностранных языков в МГУ. Это замечательное было партнерство, потому что, прежде всего, Центр интенсивного обучения иностранным МГУ – это большая наука. Огромное количество исследований, диссертации, конференции, сборники научных работ. И вот она, школа Китай-Городская, где все, что делает наука, работает для обычных, конкретных людей. Причем они давали очень большую пищу для науки. Не случайно в течение 10 лет Галина Александровна возглавляла конкурс «Учитель года» Москвы, где самые одаренные, самые творческие, самые ищущие учителя нашли в ней учителя, так как нашли мы все, кто работает с ней. Урок проходит очень эмоционально. Групповое взаимодействие очень теплое. Приходим как будто бы домой. С самого порога ощущается, что тут какой-то другой мир. Видно, что люди любят свое дело. Это вот такое пространство, оно пропитано любовью. Всем жалко уходить после занятия. И финальный выпускной спектакль – это, конечно, такая вишенка на торте. Здесь замечательные преподаватели, замечательные слушатели. Как-то вот к одному подбираются. Здесь приятно учить язык. В моей практике такого ранее я не встречал, поэтому стал приверженцем именно этой школы. Я знаю, что здесь действительно можно научиться. На мой взгляд, школа Китай-Городская – это действительно уникальное место, в котором сочетается творчество и преподавание. И Галина Александровна смогла создать такое образовательное пространство, в котором действительно хочется быть, хочется создавать, придумывать. И, собственно, поэтому мы пишем сами авторские учебники и по ним работаем. Ты понимаешь, что это на самом деле не просто теория обучения, это философия жизни. Помимо знаний, которые они получают, они получают веру в то, что они могут говорить, в то, что они могут быть поняты. Теория, рамок и запретов, и барьеров становится меньше, а на их место приходит творчество, открытость, свобода, желание узнать о других, рассказать другим о себе. Есть такая теория, что мы в разных языках немножечко разные. То есть я в английском и я в итальянском – это будут два разных человека. Вот попробовать найти себя другого в языке, в общении на языке – это то, что через наш метод можно сделать очень легко и увлекательно. И это пространство, что вам нужно делать – в частности. Это пространство. Если у вас много времени – учусь. Пространство, выполнило все. Я готовлю все. Как можно идти в автобусы? Без пяти немелос Мы уже оставляем. Люди расслабляются, раскрепощаются и забывают о том, что учиться это долго, это сложно, это нудно. Они понимают, что может быть совершенно другая модель, когда весело, когда интересно, когда легко, когда хочется еще и еще и не хочется уходить. Поэтому мы говорим, в нашей доверительной, доброжелательной атмосфере создается климат психологический, в котором цветочки расцветают. Так вот, каждый ученик – это цветочек, он может раскрыться и раскрыть себя. Какое счастье дать человеку возможность раскрыть себя. Субтитры создавал DimaTorzok